Здравствуйте! В эфире новости «Импульс» в студии Юлия Шаркова. Вначале коротко о главных темах выпуска. Вешают таблички с указанием номера автомобиля, якобы территория занята. Нет, она не может быть занята. Это территория общего пользования. Таблички с номерами машины, старые покрышки возле подъездов. Законно ли автомобилисты приватизируют места на общедомовой территории? Все уже знают о том, что где-то примерно около 20% привитых лиц также болеют. Но вакцинация нас, прежде всего, спасает от осложнений. Из 50 заболевших 49 дети в Новом Уренгое растет число маленьких пациентов с гонконгским гриппом. Ямальские жители смогли начать получать услуги по государственной регистрации рождения и смерти в МФЦ. Потому что удобно. В многофункциональные центры вернули часть ранее убранных услуг. Ставлю свою машину где хочу и как хочу. Увы, такое поведение для некоторых водителей норма. В очередной раз поднять тему парковок редакцию «Импульса» заставило письмо нашего подписчика. Мужчину возмутила ситуация, когда автомобилисты бронируют себе место на общедомовой территории, помечая его табличкой или старыми шинами. Законно ли это и куда нужно обращаться в подобной ситуации? Эти вопросы мы адресовали специалистам профильного департамента администрации города и депутатам. Электропровода, свисающие из окон многоэтажек. Таблички с номерными знаками или с надписью «Место не занимать». Так некоторые автовладельцы дают понять остальным, что парковочное место принадлежит им. Такие методы автовладельцы используют часто. Практически в каждом дворе можно увидеть парковочные места, которые кто-то из жильцов закрепил за собой. В профильном департаменте говорят, такие действия незаконны. Установленная табличка с номера машины не дает права пользоваться общей территорией. С теми, кто занимается самоуправством, первым делом общаются представители управляющих компаний. И именно к ним нужно обращаться, увидев такое правонарушение. Представители управляющих компаний помогут найти того, кто это сделал, проведут с ним беседу с этим человеком. Если он не воспринимает таких бесед и самостоятельно не ликвидирует это место парковки, которое он занял, незаконно, то горожане должны обращаться к нам в департамент строительства жилищно-коммунального комплекса по телефону 22 18 85 отдел жилищно-коммунального хозяйства. Специалисты выезжают на место, осматривают это место, принимают решение о приглашении туда комиссии. В комиссию входят представители администрации города, коммунальщики и участковые. Они фиксируют и устраняют подобные правонарушения. Закрепить место на парковке может только автовладелец с ограниченными возможностями здоровья. Жильцу дома 6-6 микрорайона Восточный, имеющему сына-инвалида, депутаты помогут получить свое место на общедомовой территории. Старую покрышку рядом с подъездом ему больше ставить не придется. В городскую думу поступило обращение от жителей города Новуренгой, проживающих по адресу Восточный 6-6, о том, что один из жильцов возле подъезда, в котором он проживает, установил покрышку и занял банковочное место. Встретились с жильцом, оказалось, что он имеет сына-инвалида. Все увидели покрышку на парковочном месте, но не увидели значок инвалида. И тут как раз задача администрации, депутатов, помогать тем людям, тем гражданам, которые нуждаются в помощи, обращаются. Сейчас решается вопрос по установке знака для инвалида возле подъезда, чтобы он мог спокойно парковаться. Хотел бы обратиться к другим автолюбителям, которые подобным образом бронируют себя, захватывают места возле подъездов, устанавливая покрышки, блоки, либо иные предметы. Значит, это нарушение правил благоустройства, и поэтому с этими автолюбителями будет вести работу администрация города Новуренгой и управляющая компания. В случае, когда забронированное место на парковке можно оправдать, скорее, единичный. Остальным же автовладельцам следует придерживаться общепринятых правил. В противном случае им придется заплатить штраф, сумма которого составляет от 3 до 5 тысяч для граждан и до 50 тысяч рублей, если машина принадлежит предприятию. Мария Буахова, Виктор Итленко, служба новостей «Импульс». На Ямале ужесточили правила благоустройства. Сегодня депутаты окружного ЗАГС собрания приняли поправки в региональный закон об административных правонарушениях. Документ предусматривает ужесточение ответственности за мусор в неустановленных контейнеров, а также за несвоевременную очистку крыш от снега. Прописаны и правила выгула домашних любимцев. Под запрет попали прогулки с животными на детских спортивных площадках на территориях школ, больниц и парков. Ужесточат наказание за нанесение надписей и рисунков на заборах и фасадах зданий. Новые изменения предполагают штрафы от 1000 до 2500 рублей, для юридических лиц до 50 тысяч. Все поправки приняты в первом и окончательном чтении. Об ответственном обращении с животными вновь говорили в городской администрации. На этот раз в режиме видеоконференции. Глава города Андрей Воронов вместе с представителем губернатора Натальей Рябченко приняли участие в круглом столе онлайн. Его провел председатель комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин. На повестке вопрос строительства новых площадей для приютов или приспособления под эти нужды пустующих зданий. Собравшиеся обсудили также тему обязательной маркировки и учета домашних питомцев, чтобы была возможность отследить выброшенных кошек и собак, а также тех, кто на самовыгуле. От таких животных происходит мощный прирост бездомных четвероногих. Многофункциональные центры Нового Оренгоя вновь стали оказывать ряд услуг, которые были упразднены ранее, еще в 2018 году. Теперь, обратившись в МФЦ, гражданин может получить свидетельство о рождении, смерти, а также о государственной регистрации акта гражданского состояния. Это существенно упрощает задачу тех, кто обращается за документами. Имея на руках необходимое свидетельство, люди могут сразу же начать оформлять полагающиеся льготы или услуги. Подробности далее. Ольга Гужавина сегодня пришла в МФЦ не одна, а с маленьким Сергеем. Это уже пятый ребенок в их семье и, конечно, чтобы заняться оформлением нужных документов, времени не всегда хватает. Благо, помогает муж. Это очень удобно. Я еще была в роддоме, а супруг пришел и получил через МФЦ документ свидетельства о рождении сына. Через телефон или через компьютер зашел, зарегистрировался, записался. Пришел и получил. А вот предыдущих детей приходилось регистрировать в отделе ЗАГС, что усложняло процесс. Ведь здесь, на базе МФЦ, сразу можно оформить сопутствующие услуги, к примеру, материнский капитал. Теперь это и другие услуги вновь вернулись в ведение ямальских многофункциональных центров. На сегодняшний день ямальскими МФЦ предоставляются три услуги ЗАГС. Первая – это государственная регистрация рождения. За исключением рождения, государственная регистрация которого производится одновременно с государственной регистрацией установления отцовства. Вторая – это государственная регистрация смерти. И третья – это выдача повторного свидетельства, государственная регистрация акта гражданского состояния. Статистика показывает, за получением данных услуг ямальцы с удовольствием идут именно в МФЦ. К примеру, с момента повторного запуска сервиса уже было выдано 211 свидетельств о рождении. Наиболее активными, к слову, были жители нового Уренгоя. Такие бланки нового образца нам передаются с города Салихарда. И уже после составления актовой записи печатается свидетельство о рождении и выдается заявителю. То есть мамочка к вам приходит со своими документами, со справкой, да? Да. Необходимо медицинское свидетельство, паспорта родителей, личное присутствие мамы или папы. Необходимо уже, конечно, определиться с именем. Процедура занимает около 40 минут, не больше, но записаться нужно заранее. Это сделано для того, чтобы родители не стояли в очереди, а подошли к назначенному времени и сразу попали к специалисту. К нам могут обратиться граждане, у кого заключен брак, либо матери-одиночки. Если расторжение брака, то только через ЗАГС. Записаться на любую из услуг можно по телефону горячей линии 8 800 2115, либо через портал или мобильное приложение МФЦ. Юлия Шаркова, Виктор Етленко, служба новостей, «Импульс». В 2022 году Новый Уренгой с Тобольском свяжет воздушная трасса. Авиарейсы будет выполнять компания «Азимут». Направление вошло в перечень маршрутов программы субсидирования региональных воздушных перевозок, утвержденных Росавиацией. Авиаперелеты будут выполняться два раза в неделю, с апреля по декабрь. Первый регулярный рейс Тобольский аэропорт «Ремезов» принял совсем недавно, 16 октября. Впереди еще много интересного. Оставайтесь с нами, сохраняйте импульс. Я сделала прививку, потому что не хочу, чтобы коронавирус решал, какой образ жизни мне вести. В Новоуренгойском аэропорту появилась возможность сдать тест на коронавирус. На привокзальной площади появился мобильный пункт медицинской лаборатории. Стойка для оформления услуги расположена на втором этаже аэровокзала. Результат экспресс-тестирования можно получить за 15-30 минут. Лаборатория работает ежедневно с 7.30 утра до 17 часов. Услуга тестирования на COVID-19 подходит для прибывших из-за границы граждан, которые, согласно требованиям Роспотребнадзора, обязаны предъявить справку в течение 72 часов после прибытия в город. Кроме того, оперативная диагностика сразу по прилету позволяет снизить риски заражения окружающих, разгрузить лабораторные службы, а также сэкономить время. В Новом Уренгое растет заболеваемость гонконгским гриппом у детей. Из 50 зарегистрированных случаев 49 – это дети в возрасте от 10 месяцев до 16 лет. Заболевание у них протекает тяжело в 90% случаев. Потребовалась госпитализация. Медики напоминают, что единственный способ уберечься от вируса – это поставить прививку. Именно она поможет избежать осложнений, которыми и опасен вирус. На данный момент вакцину получили 62% новоуренгойских ребятишек. У нас в городе имеется детская вакцина «Ультрисквадри». Вакцинацию у нас проводят во всех образовательных организациях. Это и в детских садах, и в школах, в медпунктах. Кроме того, у нас в Центре здоровья для всех желающих, в том числе и для неорганизованных детей, которые не посещают образовательные организации, туда могут обратиться для того, чтобы им поставить прививку. На помощь новоуренгойским докторам ежегодно приезжают ведущие специалисты Российской детской клинической больницы. Они будут работать несколько дней, а затем отправятся в Таркасале. Врачи осматривают детей со сложными диагнозами, которые получили направление на консультацию. Это уже четвертая поездка сотрудников федеральной клиники в наш регион. За это время они осмотрели почти 500 маленьких ямальцев. Каждый пятый был отправлен на госпитализацию в детскую клиническую больницу имени Николая Пирогова. Подробности у Алены Ядни. Мы в том году у вас были. Вы направляли нас в Москву на операцию. Все удачно. Пошло. Соперировали? Да. Жили на воду? Да. Слава Богу. Самое страшное позади. Год назад 9-летнюю Диану прооперировали в российской детской клинической больнице имени Николая Пирогова в рамках благотворительного проекта «Территория здоровья». В 20-м году мы попали в ДТП, и у нас пострадал ребенок. Естественно, мы начали обратиться в Ролубу, и вот она направила нас к доктору, который приехал вот с Москвы. Это было в том году, и вот он нас направил в Москву на операцию. Слава Богу, все удачно сложилось. Сделали операцию. Дочка бегает, учится. Здорово. Слава Богу, прямо, положаем, смотрите, на руку. Голову не крутим. Не крутим. Не крутим. Ага. Лучше вперед, не крутим. Пальчики широко разбили. Широко со всей силой. Понятно? Осмотр, консультации, госпитализация. Бесплатные. Ведущие специалисты федеральной клиники приезжают в округ в четвёртый раз. За это время они помогли 461 маленькому северянину. Каждого пятого с тяжёлой формой заболевания госпитализировали. На маточку. В этом году мы запросили двух специалистов-неврологов, потому что детей с проблемами с центральной нервной системой, у нас с неврологическими проблемами, к сожалению, ежегодно становится всё больше и больше. И квалифицированная консультация нам действительно очень нужна. У нас накопилось достаточно количество детей с нефрологической патологией, то есть с заболеваниями почек. А ещё у маленьких северян чаще всего проблемы с желудочно-кишечным трактом. Именно поэтому в этом году пригласили не только нефролога и двух неврологов, но и гастроэнтеролога. В планах назначить лечение и изменить тактику реабилитации примерно 120 детям. Мы проводим осмотры наиболее сложных пациентов, у которых есть проблемы с диагнозом, у которых требуется обмен мнениями о том, какие новые виды обследования нужно было провести для того, чтобы уточнить диагноз. И одновременно это учёба ведь, когда врачи обсуждают того же нового пациента, они ещё обмениваются своим опытом. Вперёд вытягивай. Пальцы расставляй. Спонсирует приезды лучших врачей страны компания «Новотек». Параллельно с приёмом маленьких пациентов, московские специалисты повышают квалификацию местных докторов, проводя консилиумы и научные конференции. За это время уже четвёртый выезд нам. И надеемся, что это стало хорошей, доброй традицией. И всё продолжится. Выездные приёмы московские врачи проводят нечасто. Сегодня популярностью пользуется телемедицина. Только за прошлый год комиссия в составе от трёх до шести врачей проконсультировала 26 ямальских семей. Алёна Ядня, Павел Михайловский, Служба новостей «Импульс». Ямал готовится к самому волшебному празднику. В Салихарде мамонта Митю нарядили в костюм Деда Мороза. В преддверии Нового года 10-метровая статуя Митии обзавелась шубой и шапкой. На пошив одежды для бронзового зверя ушло почти 150 квадратных метров ткани и 40 квадратных метров меха. Скульптура простоит в новогоднем наряде до весны. На этом всё. Для вас работала Юлия Шаркова и команда «Импульс». Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова